Книга открытым оком, тема мусульманства, вопрос 3218. Относительно того, что в исламе не разрешено вообще пить вино, где о том сказано в Коране? Отвечает Игнатий Тихно-Челапкин. У мусульман, как и у нас, главное толкование, предание. Коран, 4 сура, 4 аят. И давайте женам их вино в дар, если же не соблаговолят чем-нибудь из этого для вас, то питайтесь этим на здоровье и благополучие. Срок 3 аят. О, вы, которые уверовали, не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока не будете понимать, что вы говорите, или оскверненными, кроме как будучи путешественниками в дороге, пока не омоетесь. А если бы вы больны, а если вы больны или в путешествии, или кто-нибудь из вас пришел из мужника, или вы прикасали к женщинам и не нашли воды, то омывайтесь чистым песком и обтирайте ваши лица и руки. Поистине Аллах извиняющий, прощающий. Вторая сура 219 аят. Здесь прямой наезд православных на послабление в посте для путешествующих. Что можно не паститься, а это из Корана. И песком омывать перешло на крещение песком. Когда начнешь исследовать, то получается, что смешение с татарами привнесло немало облегчения попам. Ефесянам 5.18. И не упивайтесь вином, от которого бывает отпутство, но исполняйтесь духом. Первое царство 1.14. И сказал ей Ильей, да коли ты будешь пьяную, вытразвись от вина твоего. Упрек молящийся. Каких усилий стоило признать, что основания, фундамент накренились? Откуда все конфликты, терроризм, резня, как уподобились без бога серой крысе? Загрохотало слово перестройка. Репрессии признали. Сталин, сталинизм и жертвы. Хлопок, КГЧП и вылетели пробкой. В ЦК КПСС псы оказались мертвы. Меняют перья в крыльях у орла. Но легче ли спасаться стало людям? Патриархия лжет, как прежде все молгала, что только в ней спасутся все иуды. Ажиотаж с мощами озверелый. В мироточении икон издохла совесть. Пускает против истины отравленные стрелы. Без епитимии, без оглашения в пропасть. А перестройка в церкви так нужна, от основания писанием укрепить. Иначе сядет блудница, жена, под куколем среди кривых репит. Евангельскую веру раздобыть, деканизацией заняться повсеместно. В раз перестать земным башкам коптить и перепечь все артасы в опреснок. Христос, основа всех богослужений, да будет в проповеди о его страданиях. Тогда избегнем многих поражений. Тогда не нас подтянут к иудею Дану. Кто не с Евангелия веру начинал, тот личной встречи со Христом лишился. Поддельным будет мертвый капитал, молитва мерзостью, лишенной капли смысла. Так стоит же критически взглянуть на веру предков и свою сначала. Иначе гибели сведет широкий путь, мытарства не пройти и краю не причалить. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.